девчонки всем привет прямое включение из аэропорта пирсен торондо я летю нью-йорк я так долго этого ждала девочки последний раз видел свою семью два года тети фри отлично прошла паспортный контроль бегу на свой гейт что я пережила девочки я не могу передать часа буду все рассказывать у меня мало времени до самолета потому что людей уйма очереди огромные пройти все паспортный контроль багаж все берет столько времени как будто бы нет никакого корида как будто бы ничего не случилось все летают как летали как ни в чем не бывало короче если у меня будет время вам расскажу я должна была вообще-то лететь вчера но пока вот иду буду рассказывать сейчас я только проверю какой у меня гейт до 32 57 у меня по-моему 34 сейчас проверю секундочку буду дальше вам рассказывать себя не показываю потому что я чучелком накрашена так короче представьте себе что я должна была лететь вчера вчера вечер за несколько часов до моего рейса тогда когда уже у меня был я уже собиралась ехать я уже собрала сидела чемодан все у меня сын должен был отвезти омагать до 57 только мне до 34 убежать короче говоря меня должен быть сын отвезти в аэропорт вдруг мне приходит и на что мой рейс отменю диету ковид смысле потому что потому что что-то произошло или кто-то из членов экипажа оказался позитивный или что случилось я не знаю но они отменяют мой рейс до нескольких часов думаю полет я мучусь как как ненормально сижу дома не знаю что мне делать вы представляете у меня я лечу значит должна была лететь четверг и возвращаться через неделю воскресенье я не прошла свои гейт нет короче говоря я собираюсь и еду в аэропорт пока я потому что я думаю что возможно возможно если я буду здесь меня быстрее посадят на самолет какой-то который если будет свободное место чем сидеть дома я не могла сидеть дома у меня все жужжало внутри ну как можно сидеть дома ждать когда у тебя от меня 3 и ничего и говорят мы прислали ему мы делаем все возможное чтобы найти рейс как можно быстрее короче пока я еду в машине мне приходит другой ему что меня забуквали на рейс субботу кстати я должна быть и четверг то есть полу отпуска уже ушло половину моего времени пребывания они же у нас не короче да я пыталась дозвонить в арка надоели черканды наш канадская компания они снимают трубку они говорят у нас так столько звонков что мы дождя на холд не можем поставить то есть мы даже на ожидании не можем поставить на звонок потому что у нас такое количество звонков и мы очень извиняемся короче что дальше и значит причем они не сделаны билет у нас до нью-йорка лету час они не сделали билет с пересадкой видите по нашу сторонка красивая фотография они не делают полет в субботу вечером 21 числа через атланты штат джорджия вы знаете где атланты знаете где джорджия это почти почти флорида на юге штатов то есть мне нужно вместо часу полета я должна лететь в атланту три часа там два часа сидеть то есть это с севера на юг и с юга снова на север в общем весь полет займет у меня часов шесть с пересадкой в общем я от этого билета отказываюсь так что происходит все девочки дженсон партия 3 а уже грузится все так я пошла грузиться потом я скажу что дальше все девочки в самолете продолжаю свой рассказ может поснимаю вам немножко сверху если больше то снимать короче говоря я еду в аэропорт устраиваю там хиппи с криками и воплями что я не могу лететь 21 в субботу мне нужно сегодня мне нужно завтра максим в общем короче разговариваю как со стенкой кричу ору возмущаюсь но все без толку ну там как бы такие как я набежала полный полный аэропорт мой рейс отменили наверное еще люди приехали может не только мой рейс отменили короче в общем после долгих выяснений препирательств и вообще как бы очень больших претензий с моей стороны к ним ну правда это такой свинц вообще нет они меняют этот билет на на сегодня на субботу на утро то есть фактически я должна быть вчера вечером получается что я лечу сегодня утром и лечу прямым рейсом прямо до нью-йорка вот вот такое приключение у меня случилось сейчас я в самолете жду взлета пожелайте мне хорошей посадки хорошего взлета и хорошего полета окей будем на связи буду снимать что получится я не обещаю что я что я буду много снимать в нью-йорке я еду навестить свою семью мою сестру племянников моих там внучка у меня двоюродная дочка племянница и я не знаю как получится вообще буду ли я где-то в нью-йорку пулять может я проведу вообще все все недели там сидя у них дома общаясь со своей семьей что нью-йорке я была много раз почти что увидела все что там можно только посмотреть но у мостов сниму короче вот кстати кольку тест на корот который я должна была сдать и который стоил 220 долларов чтобы понимали тест никто меня не спросил при самой при самой перед самой регистрации стоял тетинг и спрашиваю у вас есть тест на коротке я говорю да помахала у нее так бумажкой перед носом она не посмотрела не мою фамилию не сравнила мой ли это то есть не стране посмотрела дату потому что у нас тест нужно было делать за 72 часа не не раньше ну вот так такая информация для тех кто летит может из канады у нас будет вам пригодиться что тест то в дефига а в принципе никому никому не нужен никто вы не проверяете австралияне колорес ,гуская лицу для того чтобы украли комментария клиент на ничто среди кэрифер отказали в Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»